всем привет это евгения саженцева я теолог по образованию также я психолог еще прошла профпереподготовку на психолога практика я вам записываю видео буквально сразу после моей очередной консультации с клиенткой и по свежим он сайтам просто хочется со всеми делиться не только потому что мне платит а вообще в принципе давать бесплатную информацию и так как ситуации очень похожи то я думаю то что я вам сейчас скажу вам тоже будет знакома тем кто был в отношениях с нарциссом и тоже вам чем-то хочу помочь всем кто подписан на мой канал друзья мои давайте называть вещи своими именами это очень важно потому что когда жертвы начинают понимать что это была не любовь а адреналиновая зависимость когда мы начинаем называть это правильными терминами то все встает на свои места все раскладывается в голове по полочкам и есть уже план куда двигаться дальше потому что после таких отношений мы немножко растерянны мы не понимаем жертву как правило вгоняет чувство вины и она все больше больше работает над собой все больше меняется ради этого человека все больше становится идеальной а человек продолжает укорять продолжает искать недостатки изъяны все что вы должны понять таких отношениях это то что в таких отношениях меняться ради другого бесполезно он все равно будет вас уничтожать вытягивать из на из вас энергию поэтому если меняться то для себя для дофамина а не для того чтобы быть в адреналине в этом заслуживании любви мы часто называем эту любовью на самом деле это адреналиновая зависимость это заслуживание любви пожалуйста выстраивайте свои личные границы умейте горячеку нет потому что если все время потакать тирану то можно просто себя потерять как личность можно перестать испытывать какие-то желания мы перестаем доверять своим доверять 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 себе доверять своим чувствам когда вы чувствуете себя да если тело ваше даже организм говорит что вам плохо чисто даже физически плохо начинать болеть то это прямые звоночки того что рядом с вами абьюзер тиран нарцисс бегите от такого человека не пытайтесь ему угождать если вам кажется что у вас какие-то скучания по нему что вы потеряли что-то важное в жизни тоже называйте это правильными словами это адреналиновая ломка практически как у наркмана и давайте себе сами органе этот адреналин танцуйте пойте громко песни делайте что-то такое что дает вам адреналин но не звоните этому человеку не вступайте снова в контакт даже один звонок с таким человеком как будто высасывает из вас энергию что он всегда не доволен вами он всегда найдет к чему прикопаться вы можете звонить ему в хорошем состоянии позитивном он все равно вам испортит настроение даже если кажется что все нормально вы встретились с этим человеком на позитиве все прошло но потом у вас как будто вообще нет сил жить это тоже говорит о том что рядом с вами нарцисс что он вытягивает из вас всю энергию жизнь поэтому доверяйте прежде всего себе своим ощущениям даже если все подруги вам говорят что дело в вас если вы чувствуете что вам с человеком физически плохо уходите от него никого не слушать доверяйте только себе своим ощущениям потому что можно вообще потерять контакт с собой можно перестать себя чувствовать как личность и полностью погрузиться в этого человека он сам внушит вам что вы должны чувствовать в отношениях что правильно что неправильно и вы вообще потеряете ориентиры в жизни поэтому берегите себя доверяйте себе называйте это не любовью а адреналиновой зависимостью наши гормоны которые поступают в кровь кортизол адреналин дают нам определенное ощущение которое мы принимаем за любовь но это всего лишь наш организм борется за выживание поэтому иногда поступает энергия нам кажется что это какая-то химия но это не любовь здоровые отношения это про то что вы можете хотя бы с чеком поговорить спокойно а если с человеком нет точки контакта если вы не можете поговорить о своем будущем не можете расставить точки над и если чек постоянно уходит от ответственности а каких отношениях можно говорить с нарциссом это всегда только точка конфликта нет точки диалога нет точки соприкосновения если такое происходит в отношениях это нездоровые отношения здоровые отношения это про уважение про безопасность про ответственность когда о вас заботиться когда вы оба можете по крайней мере поговорить об отношениях о будущем в этих отношениях человек вас не отталкивать не говорит что не выноси мне мозг и так далее поэтому очень страшно в такие моменты встретить плохого психолога я уже который раз сталкиваюсь с клиентами которые приходят ко мне после плохого психолога мне приходится им снова восстанавливать реальность потому что помимо того что абьюзер их виновател они постоянно меняются к лучшему а при этом ничего не меняется потому что нарцисс продолжает их гнобить это очень страшно если психолог про еще при этом при всем винит жертву я никогда таким делом не занимаюсь если я вижу что жертва и так состояние подавлено в первую очередь надо дать уверенности в себе вы ни в чем не виноваты каждый конечно ошибается нет идеальных людей но это не значит что при этом при всем кто-то имеет право вас гнобить и никогда не говорить вам комплименты никогда не поддерживать вас только добивать доверяйте себе вы достойны в жизни хороших отношений спасибо за внимание с вами была евгения саженцева спасибо спасибо